Сейчас у нас урок русского языка. Какое сегодня число? Двадцать девятое сентября. Месяц? Сентябрь. Молодцы. Взяли ручки, пожелали друг другу успеха. Пожелали успеха и удачи. И записываем число. Молодцы. И записываем число и классная работа. Дописываем. Следим за посадкой. Молодцы. Хорошо. Все. Руки положили. Вот смотрите. Сегодня у нас двадцать девятое число. Это предпоследний месяц сентября. И Ветер принес нам вот такое письмо. Иди-ка, Сашенька, прочитай, что тут написано. А вы слушайте. Дорогая моя дорогой... Читай, читай, как написано. Дорогая моя другая 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 другая. И мы перестали понимать друг друга. Помогите. Смешайте. Ага. Ребята, какую помощь от нас просят смешарики? Помочь им. А в чем им надо помочь? Они не могут понимать друг друга. Вот Саша начала читать. Ну-ка еще раз, Саша, громко. Дорогая моя другая 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 Языка, правильно. А конкретно чего они не знают-то? Они пишут, дорогая моя друг. Они не знают, как писать слова. Ага, а точнее? Речь. Приносить свою речь. Нет, ну произносят они речь. А что они не знают? Они неправильно приносят. А вот что неправильно? Слова. Можно сказать, дорогая моя друг. Нет. А как можно сказать? Дорогой мой друг. А почему вы решили, что так можно сказать? Потому что так понятнее. Так правильнее. Так правильнее, так понятнее. Так грамотнее. Грамотнее. А еще конкретнее-то, ребят. Что надо знать, чтобы грамотно писать в русский язык? Ну, русский язык это много. Понятие большое, да, ведь? Что нам надо, в чем нам надо помочь им разобраться? Дорогая моя друг. Так можно говорить? Нет. А как надо сказать? Дорогой мой друг. А почему я должна сказать, дорогой мой друг? Так лучше. Друг. Друг. На конце слушать. Это какой род-то? Мужской. Мужской. Так в чем нам надо помочь с Мишариком? Разобраться, где женский род и мужской. Молодцы. Вот и тема нашего урока и будет. Мы будем сегодня учиться определять, где женский род, а где мужской. Поможем с Мишариком разобраться? Да. И я думаю, потом они напишут уже грамотное письмо. Вот сейчас, ребята, посмотрите-ка. Это сказочный персонаж. Как его зовут? Копатыч. Копатыч. Правильно, ребятки. И вот он нам целый ряд слов вот здесь принес. Давайте хором прочитаем эти слова. Как пусто, мороз, 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 ягоды, желудки. Ага. Одним словом как назвать эти слова? Словарные слова. Правильно, потому что мы уже знакомились с некоторыми словарными словами. А вот в какой они одну тему объединены? Еда. Еда, согласна. Тема еда. Фрукты. Фрукты. Ну, где же фрукты? Капуста разве фрукты? Овощи. Овощи. Тут овощи. Фрукты, да? А какое здесь слово лишнее? Молоко. Молоко. Почему молоко лишнее? Потому что молоко можно купить в магазине или дарить у коровок. Да, молоко дает корова, а все остальные растут в богороди, на грядках. Молодцы. И вот сейчас у нас будет такая работа. Я раздаю вам карточки. Посмотрите. Это весь наш процесс работы будет в этих карточках. Мы будем галочкой отмечать тот столбик с тем цветом кружка, как вам будет понятна работа. Посмотрите, ребята. Вот первая работа – это словарная работа. Чем мы сейчас и будем заниматься? Сейчас вы должны будете, если вам легко будет работать, вы отмечаете зеленый кружок галочкой. Если вам немножко сложновато, вы испытывали затруднения, желтый отмечаете галочкой. Если вам было очень трудно выполнить вот словарную работу, галочкой отмечаете красный кружок. Понятно? Вот сейчас ваша задача будет такая. Помочь Копатычу определить род вот этих словарных слов. Для этого в тетради, давайте мы три столбика сделаем. В первом столбике вы будете выписывать слова мужского рода. Пишите «мэ.р». «Мэ.р». Во втором столбике – это женский род. Немножко поодаль. «Ж.р». И ближе к отцу – средний род. Вот перед вами шесть слов. Читайте его. Выписывайте либо в первый, либо во второй, либо в третий. «Мэ.р». Начали. Помогай. Капуста. Какие слова можно добавить? «Она.» «Моя». «Рот». Все, ищите во второй столбик. Вот Петр уже молодец. Молодец. За посадкой сведи. Дальше. Дальше, Петр. Дальше. «Морковь». Как скажет? «Моя». «Она. «Я в какой?» Тоже во второй столбик. Дальше. Молодец. Кто закончил, уже сидит ровненько. «С третьей столбик. Не год gaz зуб. Угу. 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 Итак, глазки на меня Вижу уже, что большинство закончили Руки сразу вот так положили И давайте скажем В первый столбик Какие слова мы выписали? Мужской род Выбирай Он мой помидор Еще Он мой желуд Молодцы Поднимите руки у кого так Хорошо, опустили руки Во второй столбик Женский род Илья Шулаев Какие слова выписал? Капуста Капуста Согласны, ребята? Если согласны, поднимайте руки Второе слово Морковь Морковь, она моя Молодцы Еще Яблок Яблок Если бы было ягода Она моя А тут во множественном числе Ее ни в какой столбик не напишем Во множественном числе Имена Слова Предметы Не определяется Род, ребята И средний род У нас какое слово? Молоко Молоко Встаньте, у кого все правильно было написано Встаем, встаем Ну это не считайте Можно встать Вставайте Да, да Вставайте Не успел, ладно Ничего страшного Садимся Молодцы А сейчас взяли карточку Своей результативности И вот в первой строке Отметьте Легко вам было Зеленую галочку Трудно вам было Красную А если чуть-чуть легко Тогда желтую Чуть-чуть трудно Извиняюсь Отмечай Если легко Желтую Галочку Галочку Вот так Все, молодцы Молодцы Убрали, пошли дальше Ребятки Глазки на меня Давайте-ка мы все встанем И у нас появилась Следующая Героинь Смешариков Это кто? Нюша Улыбнитесь Нюше Помашите ей ручкой И скажите Привет, Нюша Привет Привет, Нюша А вот, ребятки Нюша к нам пришла С другим заданием С очень-очень интересным Так Давайте присаживаемся Мы Нюшу поприветствовали Посмотрите Нюша Принесла нам Предложение Она хочет Чтобы мы Поработали С предложением Читаем Кором Все вместе Какое слово Вас вызвало затруднение Изгвазда А если у нас появляется затруднение Что мы делаем? Где ищем трудные слова? Умница Смотрим в словарь Пошли в словарь В толковых словарь Быстренько находим слово Изгвазда Изгвазда Ага Во второй части Так Кто нашел? Скажите страницу Пожалуйста Илья Скажи страницу Всем помоги Страница Сто седьмая Нашли слово Изгвазда Сто семь Все нашли? Да Дима Читай пожалуйста Нашел? Я нашел Так Петр нашел? Читай Петр Громко Изгвазда Устаревшее Это Устаревшее И разговорное Вот смотрите Первый раз мы встречаемся С таким сокращением Устар Это значит слово Устарело Сейчас мы им не пользуемся И раз Г Такое сокращение Это разговорное Это слово Использовали Только в разговорах В литературном языке Это слово не использовали Понятно? Оно уже устарело Поэтому вы его и не знаете Но здесь есть объяснение Прошу Петр Читай Что такое Изгвазда Испачкать Например Изгвазда Испачкать Значит Замена этому слову Какое? Испачкать Наше современное Испачкать Значит Считаем Как получится У нас Мальчик Испачкал Новое пальто Записали С красной строки Не забываем О написании С красной строки С заглавной буквы Вот предложение Здесь За посадкой Следи Новое пальто Пальто Слово словарное Внимательно Все Руки вот так И скажите мне Работать со словарем Вам было трудно? Нет Отмечаем в карте Результативности Вторая строчка Если вам было легко Зеленым Если было Сложновато Желтым Если очень трудно Красным Отмечаем Молодцы Второй этап работы Сделали Убрали карточки И сейчас Мюша не просто Такое интересное Предложение Принесла Она просит вас Найти Грамматическую Основу Этого предложения Грамматическую Основу Кто знает Руки сразу Нашел Пожалуйста Мальчик Испачкал Мальчик Испачкал Кто согласен У кого сомнения И давайте вспомним Что такое Грамматическая основа Это Это Который Движется Главные Слова Предложения Главное Слово Кто Мальчик Его действия Мальчик Что сделал Испачкал Подчеркните Основу Ребята Подчеркните Основу Слово Предмет Одной чертой Его действия Двумя чертами Испачкал Полиненчий Так И теперь берем Карту Результативности И отмечаем Как вам было Трудно Легко Легко Ли находить Грамматическую Основу Поднимите руки Кому было Трудно Находить Грамматическую Основу Всем легко Тогда давайте Встанем Повернулись Друг к другу И сказали На уроке Мне было Все легко На уроке На уроке Все легко На уроке